Витаю, шановне панство! Короче, Европа двух скоростей, как она сама об этом заявляет, двух там четырех скоростей, то есть одна скорость для своих на максималочку, выгодная, удобная, и другая медленная скорость для тех, кто не выгоден. То есть для Украины, бывшей Рошеновской, скорость включили как самую паскудную, как для своих сородочей, собратьев, украинцев, потому что Украина это же Европа, самое что ни на есть, но Рошеновская была, предательская и тому подобное. Ждем теперь другой подход к этой Европе, нашей Европы, украинской. Для России они включили тоже на максимальную скорость, как бы не для европейской далеко России, потому что путиновский Кремль это далеко не Европа, далеко не европейская Россия, далеко вообще не Россия, если так сказать, по-нормальному так, по-русски или по-украинску загнута. То есть они приняли ее в паре, в пасы, и тем самым, вот же шельмы, вот же каналии, они тем самым сюсюшки, тютюшки, выставляют вот этого придурковатого юнкерса, который гомосявата на всех прыгает, кидается, ну на всех, которых хочет, хотит к себе прильнуть, как левальство. С ЛГБТшить их, и чтобы они под дурочку, под хихить, тютюля-ля, тёмки-смёмки, брежневские, были тоже такие политические, дипломатические, выгодные политики. То есть он хотел даже Зеленского к этому присадить, я думаю, он не повелся, молодой Зеленский, что даже Меркель, Тесло, так не повелся Зеленский. Это, конечно, соматическое у Меркель. Наверное, она в этот момент думала, какая же Германия была идиотская, глупая, что в 17-м году послала в эту царскую, в эту царскую, заброшенную богом Россию, Ленина. После чего ни Прусов, ни Шленская и тому подобное, то есть оно ушло в Польшу. Наверное, об этом думала и её трясло, что вот же ж ещё вчера Рошен, Порошен предательский, номенклатурщик-коррупционер стоял. И, в счастье, от него флюиды к ней шли, что она вся богиня, царица. А тут вдруг стоит чувак, который вообще, скажет, не в уважён эту Меркель ставит и знает на своём уме, ну, имеется в виду Зеленский, как дальше вести эту политику, потому что, ну, это можно просто быть, ну, идиотом, чтобы так её дальше продолжать, как Рошен её вёл. Это означает, что Европа, Европа, двух скоростей, с одной большой скоростью приняла Путина, паре, кремлёвскую Россию, паре, пассе, и они об этом долго договаривались. За вздолаги, там, за год, через сколько, там, за полгода, что Россия возвращается в пассе. И 20 лет они договаривались с Южной Америкой, после чего вот буквально недавно в Польше, Польша, ещё та Польша, та нормальная, националистическая, ну, я имею в виду, не украинская же, конечно, националистическая, а польская националистическая, что сейчас уже идёт практически как знак равенства, что это братские народы. Значит, раз есть в этом братство, в этих народах, значит, они националистически имеют свой стержень, который и я, и другие развивают, несмотря на очень многие и глупости, и неприятности, и даже кровавые события между этими странами, которые были совершены этими странами с поддержкой третьих лиц, четвёртых, пятых, десятых, но таки этими странами во время Второй мировой войны, и это были очень огромные ошибки тех стран, которые были, потому что же Украины же как бы не было как таковой, она была стёрта, как суверен, сдержала в те времена. А Польша была, значит, больше вина, но ладно, опять играние баскетбольное, кто кому вина, то есть Европа приняла, заключила такой договор, что будет свободная, беспошлиная торговля с Южной Америкой. А это 260-миллионный рынок, а не туда. Европа. Кто? Ну, развитые немцы, развитая Франция и другие там, Бельгия, там страны, посылать будут на рынок тот южноамериканский, Аргентина, прежде всего, плюс-минус, Фольклэнды, да, теперь под вопросом, ну ладно. Посылать будут туда свои машины, товары, там, сыры, ну, то есть, то, что нужно продавать Европе, чтобы удержать эту евровалюту, европейскую. На должном уровне, потому что, что, зазря создавались вот эти конторы либертарианские, якобы под идеей, но основная, головная их идея была присадить страны, как новые страны, которые вошли в Евросоюз, там, Прибалтика, Восточная Европа, Польша, братела, сестра, не повелась, молочина, присадить на спульную валюту евро. И тогда уже командовать с центра, там, ну, конечно, могут быть много командиров, чтобы не печаталось, чтобы девальвации валюты, и тому подобное, но самое главное, что они будут, центр Европы, это, там, самые главные страны, Франция и Германия, будут распоряжаться, что, куда, кому, на какие потребности нужно послать гроши, чтобы бюджет держался, то, сё, а люди, там, не нахай, там, вздыхают. То есть, никаких программ национальных нельзя будет на это евро сделать, потому что никто гранты не будет давать. А вот за злоту вечку или за гриневечку уже можно эти программы сделать национального развития. Я к чему и о чём это говорю? Не для того, чтобы не идти в Евросоюз, а для того, чтобы идти в Евросоюз, но с той скоростью, которая необходима. А необходимость этой скорости должны определять те страны, которые сделали у себя те стандарты, которые в Европе. Ну, а если Европа загаживает, старается говорить, что мы ждём от вас стандарты, но, с другой стороны, она этих козлов гнит, парашников сраных, воров панамских, она их, наоборот, легитимизирована, поднимает на уровень высочайшего уважения за то, что они не приводят к этим европейским стандартам. Судебная система, правовая, правозащитная, законодательная, силовики. Всё делается для того, чтобы говорилось, но не приводилось к этому. Вот та Европа, которая делала в Украине ту Европу, до которой Украина никогда и не приходила бы. Постоянно стояла бы на месте и топталась в ровшеновском говне вечном. До этого в дерьме пророссийских, януковичских и тому подобное продажных крыс гнит воровских. То есть, об чём речь говорится, что, конечно же, быдло, биосовок, который был в Украине, постсоветский, уже при незалежности. Спасибо Богу и спасибо украинской повстанческой армии. Упа! Дякуючи бандеревцам Украина не стала, а не прототипом рашки путиновской, там, где народ вообще ноль, зиро, подмётки никуда. Народ для пометания, заметания офшоров миллиардных, российских, богом данные, рашки, природных ресурсов и богатств. И Украина не стала Белоруссией, там, где национальная, практически ни с чем не подразумевается. Вот в чём главная на день сегодняшний заслуга украинской повстанской армии, что Украина таки со скрипом, с пердіпом, с биосовком, але таки вона прагне незалежности християнською. Насамперед, вот, тільки на цьому будується грунт, который, Господь, не разрушить. То есть, я не говорю о низкопримитивных странах, орангутанговских, развитие как населения этих стран, так и властей, соответствующих населения этих стран примитивных. Я говорю о европейском, высокоорганизованном, там, духовном, моральном, правовом, демократическом сообществе, в котором, даже в таком, когда зажираются, правительство в основном, кто зажирается, они начинают по своей иерархии таких самых зажартых, которые зажерлися, они начинают группироваться в эту иерархию построения, там, пирамидального типа. И они тогда начинают этот союз, эту связь между собой, дружбу, связывать или опечатывать, как раньше, кровью, только, естественно, не своей, а чьей-то, или чьими-то страданиями. Или, ну, вот, как молодежь, когда они, как в банду образуются, они кого-то убивают, грабят, насилуют, там. Чем связывают себя узами этими? То есть их неолимбическая система вообще там над всей духовной, моральной, интеллектуальной системой работает в организме. Вот так и у стран. У этих, когда они зажираются, начинают в банды совокупляться такие иерархические, масонские, можно сказать. Они начинают чморить такие страны, как Польша, там, Украина и другие, другие, которые на ранге находятся тех, которых можно чморануть. Потому что они не защищенные у Европы, якобы, нету обязательств, какие-то там Будапештские меморанды, а о них можно забыть. Это можно, в принципе, как и к НАТО. Вот НАТО кого защищать? Какую-то Прибалтику, когда она хватает ядерная держава. А как защищать? А у них нет таких войск. Все войска, там, американские. Вот давай, американские. Тебя начинают протерзать. Ладно, это уже каламбур такой, что... То есть, и когда они становятся вот такими, вот Франция и Германия, они начинают уже мудрствовать, охреневать и начинают определять, кто хороший, кто плохой, по ихнему мнению. И вот они вот смотрят, что всякой хрени ихней, ЛГБТшно, плюс криминально-эмигрантской, то есть, они хотят замазать свою, там, то, что проиграли. Если бы не проиграли, они, может, другой кто-то бы замазывал фашизм. Роль фашизма, гитлеризма, плохой, естественно, ну как. Концентрационные лагеря, там, где по умершлению спаление людей, ну это же вообще капец полный. Ну, а другая сторона, там, где умершляло людей в два раза даже больше, в гулагах советских, это ничего, это голубь мира. Ну, а так система работает. Победителя, как бы, не судят и тому подобное. Значит, Великая Британия выходит, Брексит, где нам рынок брать, где нам, какую бы еще заподлянку кому-то сделать, потому что они же, как бы, унизила Англия, выходящая с Брекситом, так, широко, плюс Америка, ее партнер, тут базы американские, военные. А мы тут все такие блатные, экономически развитые, тут у нас на коклюшках все ползают, бывший постсовок. А тут мы, хопа, как обосраны. Выходит Великая Британия, Англия с Евросоюза. Ну и что, давайте мы западло сделаем. То есть, мы делаем рынок, но это так, психологически получается, что они делают рынок в Аргентине. Кстати, Аргентина, на удивление, против этого. Ну, не буквально против, то есть, там есть такие левые партии, которые не хотят этого, и они находятся там чуть ли не на 50-50. И, знаете, если вот эта партия, которая сейчас, проурядовая, она начнет проводить это все в жизнь, то она может потом потерять места в парламенте, переформатироваться, придут левые. Ну, и неизвестно, может, они опять захотят тот же самый, только править, чтобы они правили, только тот же самый открытый рынок с Европой, только через левых. Ну, то есть, обмануть, как обычно делают политики друг друга и народ вместе с этим. То есть, получается, в двух словах, если. В двух словах это выглядит так. Это договор подписан, покуда эти страны Южной Америки, ну, работают, они трудолюбивые, все нормально. Работают, работают, но они не настолько развитые, чтобы стать богатыми. То есть, у них нет аж такого рынка, который предлагают Меркель и Макрон. Но когда они станут зажиточными, богатыми, у них появятся деньги. Плюс, неизвестно, не маркированное, не проверенное дотошными европейцами, которые проверяют всю живность рынков, ферм у себя в Европе, особенно в восточных странах. Очень сильно проверяют, это дорогая экспертиза, то, конечно, по каждой поставке будут туда ездить в Аргентину и проверять, это еще дороже будет. То есть, непонятного происхождения может идти для их своего рынка, для своих граждан. Хотя, какие там свои граждане, им тоже такое говно будет. ГМОшная всякая лобода, не только мясо, а и сахар и тому подобное. И в Европе это будет теми же чиновниками замалчиваться, чтобы рынок, рынок, чтобы больше автомобилей продать немецких туда. Концерны, чтобы богатели немецкие. И чтобы Аргентина богатела. А мы знаем, что была страшная война, конфликт между Англией и Аргентиной за Фолклендские острова, которые отвоевала таки Англия. Так вот, когда Аргентина станет супер богатой, то у нее появятся супер бабки, как стабфонд Путина, который потом не на этих, как Иларионов Андрей говорит, не со стабфонда он эти вещи все военные делал. Ну, значит, деньги переложил туда-сюда, откуда-то деньги все равно появятся, чтобы создать вооружение, создать такую армию, чтобы снова захватить эти острова. Может, придут снова новые какие-то там правые, радикалы, популисты. И опять начнут на этой войне играть, на чувствах, что вот там нашу острова Англия, узурпатор и тому подобное. Давайте опять захватывать. То есть западлянку сделают снова Англии, которая вышла с Брекситом. И еще второе, очень немаловажное хренодостижение. Вот такими сделками, которые, в принципе, с другой стороны, они важны тоже для Европы, потому что это огромный рынок. Что нужно учитывать, что Южная Америка, это прежде всего Мексико, это огромные, ольбжимы, наркокартели. И что самое интересное и важное и главное, что это промысел криминальный. Наркотия и продажа его в Штаты. Он сейчас очень трудоемкий, он контролируется и поддерживается, но так, чтобы это было, это же другая тема, правительством самой Мексики. То есть это выгодно, это баснословные бабки, которые расходятся по миру и употребляются вот этими смердуханами, богатыми, которые, кроме богатства, ничего в голове не имеют, там морали, не шмарали и тому подобное. То есть, становясь более богатыми, вот эта Южная Америка, Средняя Южная, там внизу Южная, они начнут употреблять больше наркотия от банд мексиканских, которые, в свою очередь, будут еще больше богатеть. А там организация очень страшная, там целыми городами, там целыми районами стран они заведуют, чуть-чуть отрезают там у всей семьи бошки и, то есть, устрашают народ. То есть, на этом очень сильно будет закручено, завязано обогащение на том, что будут богатеть эти страны, народ этих стран будет тоже богаче и покупать больше наркотия, хотя они там, в принципе, католики там в основном, но мы же знаем, какой католицизм, какое православие, какие другие динаминации. Они очень смахивают на чуть ли не язычество, хотя у них троица, но ведут они себя практически как язычники. Вот поэтому люди и разувериваются, потому что до них сама вера недосягаема. Они иерархически на языческом уровне воспринимают эту веру, нашу христианскую. И исходя тоже из этой сделки, которая пока еще не ратифицирована, если ратифицируется, там откроется еще ряд, там сумасшедший рынок этих стран, у которых будет убиваться сельское хозяйство свое, ну это уже проходили. И это прежде всего будет выгодно самым зажиточным, то есть немецким, там французским концерном и глобальной их экономике. Там, где они вот с таких стран, как у нас там в Польше, вымывают миллиарды и капитализируют их в свои банки, в немецкие, которые с этой капитализацией очень сильно и многократно развиваются. А нам платят, там, лохам, коррупционерам налоги, миллиончики, себе зарабатывают миллиарды, платят государство, в котором эти глобальные гипермаркеты, производство, ну уж какие-то, миллиончики. И все потому, что народ не дорос еще до того, чтобы быть господарем своей державе. Ну и тем самым, естественно, сделают еще и заподлянку Соединенным Штатам Америки, потому что есть спрос, есть предложение всегда. То есть наркомафия начнет снова там процветать, снова в огромных масштабах, потому что будет отправлять вместе с товарами, а что там в сахар засунуть, там, тонну коки, миллионные тонны, там, сахара или еще мяса и тому подобное. Ничего не стоит. Конечно, это все трудно контролировать, тем более трудно контролировать, когда над тобой такие мафии, которые в соседнем государстве. И Америка там не сможет контролировать. Она сможет контролировать только на своей территории. То есть еще и заподлянку Америки сделает Европа тем самым, чем самым ослабит влияние Америки, чтобы Трамп им не указывал, кому там делать санкции, кому не делать и тому подобное, как себя вести, в Европе на международной арене. То есть они начнут кучковаться уже и в военном значении. И оставляя такие страны, как Украина, Польша, те, которые по своим и духовным, моральным, там, националистическим, христианским особенностям этих стран, начинают диктовать уже свои условия. Ну, а когда ты не имеешь чем диктовать эти условия, то ты хоть диктуй, хоть не диктуй, все равно получишь то место, в котором ты находишься иерархически. То есть в дупе. Коррупционная страна будет говориться, что идем в Европу, а на самом деле никуда не идем, а только тонем по раз калины в коррупции, на гаслах, на популизмах и тому подобное. Как это было при решении. Пять лет. Распродавайка на гаслах тех, которые выборивали свою незалежность кровью в лесах. А они вот так вот эти ворюги-гребаны поступали с нынкой. На гаслах. На гаслах героев цієї нынки. То есть, а наркомафия, это еще и политика, которая завязана на огромных деньгах, бабле. И эта политика, чтобы поддерживать постоянно разобщенность, то есть напряжение к Америке, чтобы Америка не лезла контролировать наркомафию, которая будет делать на этом рынке свой огромнейший интерес, то эти политики будут раскручивать и старые националистические раны Ямайки, других и других островов, которые там, Панама, там рядом, начнут вспоминать, как Польша начала вспоминать, еще и накручивать. То есть, они начнут вспоминать свои якобы движняки националистического, там, повстанческого, там, террористического характера, которые были в свое время накручены коммунистами, там, Куба, там, Чи Гевара, все эти дела против Америки, против капиталистов и тому подобное. Начнутся опять вот эти движняки военные, бегания по лесам, по тропикам. И это все будет отвлекать Америку от Европы, которая будет делать, что захочет, как мы видим, которая приняла в пассе террористический режим Путина. И тогда у нее будут руки снова развязаны делать, что она захочет. Совокупляться с каким угодно террористическим режимом, только себе бабло загрести побольше. Триллионы и триллионы в алмазах. Ну и плюс газ через Нордстрим от террориста Путина, террористический газ, который будет удешевлять себестоимость своей продукции немецкой, чтобы еще больше выросли доходы. То есть им доходы, а вы жрите путиновские грады, бомбы и обстрелы мирных христианских жителей Украины.